В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Образование должно быть доступным и качественным. В преддверии 1 сентября в Выборге состоялся районный педагогический совет. Наш город, наша крепость. В день Высоцка местных жителей пригласили на бал. Укол, еще укол. Выборги в шестой раз с успехом прошли соревнования по фехтованию на шпагах среди девушек «Звезды Балтики». Жители Выборгского района смогут самостоятельно вносить показания приборов учета и отслеживать платежи ЖКХ. В Ленинградской области завершается передача базы данных в Федеральную государственную информационную систему. Она создана на базе портала Госуслуг. После регистрации в системе каждый житель 47-го региона сможет зайти в личный кабинет и увидеть историю своих платежей, задолженности, проверить расходование средств жильцов на текущий капитальный ремонт. Регистрацию на сегодня прошли 227 из 237 управляющих компаний и 86 ТСЖ, в том числе осуществляющих деятельность на территории Выборгского района. Финансирование сферы образования в Ленинградской области увеличено. В текущем году оно составило более 34 млрд. рублей, на 4,6% больше, чем в прошлом году. Об этом шла речь на традиционном августовском педсовете, который собрал более 1200 педагогов 47-го региона, в том числе из нашего муниципального района. Двумя днями позже районный педсовет прошел в Выборге. В нем принял участие председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Подробнее в следующем сюжете. Почти 16 тысяч школьников 1 сентября сядут за парты в Выборгском районе. Впервые школьный звонок прозвучит для 1800 первоклассников. В школу пойдут на 119 детей больше, чем в 2015 году. Для того, чтобы все они могли получать качественное образование, будут открыты 4 дополнительных первых класса. Хочу выразить уверенность в том, что потенциал управленческой команды руководителей образовательных учреждений совместно с комитетом образования и педагогическими коллективами позволит в новом учебном году достичь нового уровня качества образования, что обеспечит успешность наших детей, расширение их жизненных перспектив. Директорский корпус и критер образования – это те люди, которые занимаются делом по призванию, всегда находятся в творческом поиске и развитии. Очень радостно, что из нашего общения ушло сетование на трудности в работе, потому что нам вместе работать интересно. Желаем вам ярких профессиональных событий, удовлетворения результатами профессиональной деятельности, успехов в реализации образовательных проектов. Система образования Выборгского района занимает достойное место в Ленинградской области. Об этом в своем докладе говорил председатель Комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Он поблагодарил педагогов за высокие результаты в работе. Председатель районного комитета Ольга Корвелес рассказала коллегам о модернизации системы образования Выборгского района. об олимпиадном и кадетском движениях. Так в этом году на базе двух школ Выборга создадут инженерные классы. Отдельно обсудили результаты ЕГЭ. Пять выпускников этого года набрали по 100 баллов, четверо по русскому языку и один по химии. Хорошие результаты показали школьники по базовой математике, истории. В то же время есть отставания по физике, географии, биологии. Если мы не будем напряженно работать по направлению качества образования, мы из лидеров, а мы сегодня входим в тройку лидеров в России, мы очень быстро переместимся сначала на средние позиции, а потом где-нибудь, куда-нибудь уже за 40-50 место. То есть это нужно держать очень четко, уверенно, уважаемые коллеги, в ваших руках. Что касается материально-технической базы учреждений, в этом году в 59 школах и детских садах был сделан ремонт. На деньги из областного и местного бюджетов, а также на средства из депутатских фондов. В рамках ПЕД-совета участники обсудили внедрение федерального государственного образовательного стандарта. Меры поддержки талантливых детей в сельских школах и другие темы. Почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами правительства Ленинградской области, областного парламента, районной администрации были отмечены лучшие представители сферы образования Выборгского района. Вероника Когут, Валерий Присижнюк, Медиагруппа «Наш город». В Выборге прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. Накануне Дня знаний речь шла о подготовке к массовому приему детей в образовательных учреждениях, о мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности, профилактике терроризма и экстремизма. Как сообщила заместитель председателя Комитета образования Выборгского района Елена Талик, по предварительным подсчетам, с 1 сентября в образовательные учреждения придут 24 726 детей. 1800 юных выборжцев сядут за парты в первый раз. Каждый год к началу занятий во всех муниципальных образованиях первого уровня проводится планомерная подготовка учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил Пошнадзора и террористической безопасности. Цель комплексных мероприятий – обеспечение постоянной готовности образовательных учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. В 2016 году для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году в рамках программы современное образование Ленинградской области на проведение данных мероприятий было выделено 74 миллиона. Из них по государственной программе – это 35 миллионов 440 тысяч и из средств депутатов законодательного собрания – 38 миллионов 654 тысячи. Все выделенные средства были направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и устранение предписаний надзорных органов. Руководитель Выборгской полиции Эдвардос Вашкис сообщил также, что согласно распоряжению администрации Выборгского района в период с 11 июля по 4 августа проводилась комиссионная проверка образовательных учреждений с участием представителей надзорных органов. Он также рассказал, каким образом будет организовано патрулирование 1 сентября. Высоцку исполнилось 376 лет. День города его жители отметили на Королевском балу. И подарок к очередной годовщине получили Королевский тренажерный комплекс. Тему продолжит Людмила Перминова. Праздничные мероприятия Высоцки по традиции прошли на городском стадионе. В этом году все жители и гости города были приглашены на бал, которым правили король и королева. Пока принц и принцессы развлекали самых юных зрителей, их папы и мамы, бабушки и дедушки принимали поздравления от представителей областной, районной и местной власти. Я хочу сегодня поблагодарить тех людей, которые не безучастны к жизни города, которые работают на благо города. Поздравить всех жителей с праздником, с нашим праздником, с днем города. Благодарственные письма от администрации Высоцкого поселения получили члены молодежной трудовой бригады. Этим летом ребята активно облагораживали городские дворы и улицы. Кроме того, за добросовестный многолетний труд, профессионализм и отзывчивость благодарность была объявлена Елене Герасименко. Она живет и работает в Высоцке фельдшером на протяжении 21 года. Рождаемость у нас очень хорошая по сравнению с предыдущими годами. Также оборудование для ФАПа у нас, администрация нам очень помогает. И ремонт произвели два года назад, капитальный ремонт сделали. В августе месяце будет два года ровно. И также помогают оборудование. Холодильник купили, оборудовали аптеку. У нас открылся в этом году аптечный киоск, которого не было. И так вообще благоустраивается город. И клубы, и цветы. В общем-то, все здорово. Высоцк – один из самых маленьких городов России. В нем проживает 1125 человек. Поэтому власти дорожат каждым жителям. И делают все возможное для комфортной жизни высотчан. В день города на стадионе установили уличные тренажеры. Заниматься на них можно будет круглогодично. А в ближайшее время около школы начнется строительство спортивного комплекса. Подрядчик уже определен. Проведение работ займет 7 месяцев. За финансирование Менинградской области и Выборгского района. Огромное спасибо Кирилл Сеевичу Орлову. Потому что это он, скажем так, додавил многожданный, долгожданный наш спортзал. Кирилл Сеевич нам пообещал. Сказал, что я сделаю. Хорошо, что есть люди такие, которые обещают и делают. В Исоцке строится новое жилье. 50-ти квартирный дом для семей пограничников практически завершен. Ожидается, что в нем можно будет справлять новоселье примерно через три месяца. Устанавливаются современные детские площадки. В этом году появится еще одна. А благодаря строительству газового терминала Криогаз, котельную, работающую на дизельном топливе, переведут на газ. Газовая котельная уже будет смонтирована в следующем году, в 17-м. Сначала она будет работать на сжиженном газе. Потом, когда в 18-м году подведется магистральный газопровод, уже будет на таком. Происходящим изменениям от души радовались на праздники жителей Высоцка. И, конечно, выступлением творческих коллективов, а также угощением и развлечением. Кстати, они для всех были бесплатны. С днём рождения тебя, наш город! У тебя еще все впереди! Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Искусство быть семьей. Под таким девизом в Ленинградской области проходит конкурс межнациональных семей. Принять в нем участие могут семьи, воспитывающие двух и более детей. В номинации «Видеоролик» жюри ждет от конкурсантов видеосюжеты, рассказывающие о семейных традициях и обычаях семьи. В номинации «Фотография» участники должны представить общую семейную фотографию и творческую работу, соответствующую девизу конкурса. В творческом состязании члены жюри оценят поэтические и музыкальные сочинения. Заявки на участие принимаются в Комитете по местному самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области до 25 сентября. Форму заявки и подробные условия можно найти на официальном сайте ведомства. В добрые руки. В Доме культуры прошла четвертая благотворительная выставка животных из Выборгского приюта «Второй шанс». Ее участниками стали порядка 30 котов и кошек всевозможных окрасов, разных по характеру. Все они мечтают обрести любящих хозяев и новый дом. Подробнее в следующем сюжете. Голубой мраморный красавец в белых ботиночках встречает всех гостей Дома культуры. У Орешка сегодня важный день. Ласковый и контактный котик ищет любящую семью и новый дом. В Выборге состоялась четвертая благотворительная выставка пристройства животных из приюта «Второй шанс», в которой приняли участие 30 котов и кошек самых разных окрасов и характеров. Вот, например, белоснежная Бриджит Бардо – красивая и уравновешенная кошка, лидер по характеру. Ищет семью без маленьких детей и предпочтительно без других животных. А это нежное голубоглазое существо тайских кровей готово часами переносить поглаживание и почесывание. Павлина – ласковая и спокойная. Вероятнее всего подружится даже с собакой. Кот Потапка – редкого окраса, добродушный и ласковый. Обожает внимание, но очень скромен и не станет докучать будущим хозяевам, требуя общения. А лишь протянет лапку и будет ждать реакции. Более двух лет живет в приюте Маркиза Пурга. Она может стать хорошим другом и компаньоном, как взрослому, так и ребенку. Уже четвертый раз приезжает на выставку, никто ее не хочет забрать. И вот на руках сидит, мурчит. Такая очень спокойная, нежная. Можно и в семье, и с детьми, и подружиться и с другими кошками, и с собачками. Совсем не конфликтная такая, плюшевая. Стараемся пристроить старожилов, которые уже по несколько лет живут в приюте. Самые ласковые, самые воспитанные. Все животные стерилизованы, привиты, осмотрены ветеринаром. Фурор на выставке произвел любимец всех сотрудников приюта и волонтеров – кот Тима. Бывшие хозяева сдали его в приют. И сегодня рыжее солнышко, а именно так называют Тимошу, в поисках новой семьи. Общительный, нежный, обожающий ласку и веселые игры рыжек сделает яркими серые будни. У каждого животного на выставке своя судьба. Кого-то отдали в приют за ненадобностью, у кого-то умер хозяин, и некогда любимый питомец стал обузой родственникам. Кого-то подобрали на улице, вылечили и привели в порядок волонтеры. В приюте проживают порядка 180 котов и кошек, и примерно 40 котят. Так что если вы приняли ответственное решение завести животное, и вам не важны титулы и родословные, кота, кошку или котенка можно взять во втором шансе. Также приют всегда рад принять помощь, и не только финансовую. Организация выживает исключительно за счет помощи неравнодушных людей и волонтеров. Требуется помощь лекарствами. У нас в группе есть список лекарств, которые постоянно необходимы. Корма, лечебные корма, консервы для кошек, для котят, мясное что-то, курица, фарш, мясные сердечки, ну, всякие подстилки, ну, старое постельное белье, полотенце, одеяло, подушки, клетки, переноски. Информацию о дедомовских животных, их фотографии и истории вы можете найти в группе ВКонтакте. Приют для кошек второй шанс Выборг. Там же контакты кураторов. Ну, а на выставке обрели новые семьи, трое котят и одна взрослая кошка. Еще двоих животных забронировали потенциальные хозяева. Вероника Когут, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Дачники на своих участках смогут возводить домики без разрешения на строительство. Минэкономразвитие подготовила новый закон, который придет на смену документу, принятому еще в 1998 году. Законопроект внесен в Госдуму. Вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешение на строительство. Одновременно устанавливается, что дачный земельный участок может использоваться для строительства жилого дома, пригодного для постоянного проживания граждан. Официальный курс валют на 31 августа, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 72,50 рубля, доллар 64,91 рубля. Ленинградская область развивает доступный спорт. К наступающему учебному году в 47-м регионе введут в эксплуатацию 20 пришкольных стадионов. Строительство семи из них завершено полностью, в том числе в Выборгском районе. В минувшую субботу новый стадион торжественно открыли в поселке Кондратьево. Его построили в рамках совместного с правительством Ленинградской области проекта «Газпром детям». Этот стадион сегодня является центром притяжения всех возрастных групп наших жителей. Я всей души с большой радостью поздравляю вас с этим значимым событием в социальной жизни нашего поселения. На новом стадионе прошла спартакиада молодежи Селезневского поселения. В соревнованиях приняли участие 6 команд из поселков Большое поле, Новинки, Кондратьево, Лужайка, Селезнево и Торфяновка. В футболе, волейболе, эстафете, нормах ГТО и других видах соревновались порядка 100 любителей спорта. В итоге первое место в общем зачете заняла команда Селезнево. В целом за последние несколько лет в Ленинградской области было построено более 80 спортивных площадок в рамках региональной программы и программы «Газпром детям». За три года только в Выборгском районе построено уже 10 аналогичных пришкольных стадионов. Построены стадионы большие в Каменогорске, два стадиона в городе Выборге. В этом году уже закончено проектированием и будет начаться строительство большого стадиона в Рощино. Стадион в Рощино возведут к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Планируется, что на нем будет тренироваться одна из команд-участниц. Отчет начат. Сильнейшие молодые фехтовальщицы России вновь собрались в Выборге, чтобы выйти к барьеру на соревнованиях под названием «Звезды Балтики». С открытием этого турнира спортсмены начинают набирать очки, чтобы в дальнейшем пройти отбор в сборную команду страны. Наш город стал площадкой для проведения боев в шестой раз и география участников расширяется с каждым годом. Из спортивного зала «Фаворит» репортаж нашего корреспондента Натальи Березовской. Очередной бой выигран. И это нормальная реакция спортсмена. Слишком велико напряжение на дорожке. А победа плюс еще очко, которое так необходимо не только для того, чтобы попасть в сборную команду России, но и для повышения собственного статуса. Турнир «Звезда Балтики» открывает очередной сезон, предваряющий этапы международных кубков. В этом году на соревнования приехали 117 спортсменок из 11 субъектов Российской Федерации, Эстонии и трех городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. И только у 20 из них будет возможность выйти на мировую дорожку. За соискательницами внимательно следит старший тренер сборной страны по резерву, бронзовый призер игр 26-й Олимпиады, победитель 27-х Олимпийских игр в Сиднее в командных соревнованиях Мария Мазина. Здесь как бы две такие истории. Из юниорок вырастают взрослые, а из кадеток, которым нет 17 лет, вырастают юниорки. И этот турнир очень показательный. Первое место заняла девочка совсем молодая, она еще кадетка. Она смогла выиграть у юниоров. То есть она здесь как раз тот старт, где заявляют о себе, в общем-то, более молодые, перспективные. Они открываются, я их вижу, я уже буду на них делать акцент. А вот кто к концу сезона придет наиболее сильнейшим, вот из них мы уже сформируем сборную, и из них уже будут потом формироваться те претенденты на взрослую сборную, которые будут самыми сильными и конкурентноспособными. Соревнования в спортивном зале «Фаворит» проходили по двум зачетам – личное и командное первенство. Представительницы Выборгской детско-юношеской спортивной школы также приняли в них участие и с видимым успехом. При наличии у барьеров 35 команд Выборжанкам удалось войти в десятку сильнейших. Со мной наш базовый возраст – это, конечно, девочки 2001-2003 года рождения. У них еще все впереди. У нас есть перспектива, есть над чем работать. Ну, надо отдать должное, что у нас вообще, в общем-то, очень хорошая молодежь сейчас растет. Буквально недавно в Смоленске, это в июне месяце, проходила вторая спартакиада спортивной школы России, где наша школа, Выборгская детско-фаворит, значит, заняла у юношей первое место по итогам соревнований, а у девушек шестое место. Участвовало 59 школ в России, там, где культивируется фехтование. То есть, я считаю, это очень вот такой приличный, выдающийся результат. Организаторы турнира отмечают высокий класс проведения соревнований в Выборге. Им предшествовали короткие сборы, во время которых спортсменки смогли выйти на спарринги, обменяться опытом и мнениями. Это очень важно для поднятия уровня фехтования как дисциплины. Спасибо городу, спасибо всем возможностям, которые предоставлены, потому что такое количество, конечно, переварить может не каждый регион. Ваш регион очень доброжелателен, очень спортивный, очень отзывчивый и, на самом деле, прекрасное место. Я люблю очень город Выборг как-то таковой. Здесь есть история, здесь есть традиции. Этот город не похож ни на один другой. В нем какая-то своя изюминка, сочетание совершенно несочетаемых вещей. И фехтование, мне кажется, очень характерно для этого города. Оно его, в общем-то, как город его украшает, так и оно украшает город. Я надеюсь, что в дальнейшем традицию мы сохраним. И тренировок в этом городе, и проведение соревнований. Мало того, я так где-то рассматриваю возможности и расширить даже наш соревновательный календарь, предложить, может быть, городу и федерации фехтования немножко другие возрастные категории, другого уровня, турниры, потому что с турниром справились просто на пятерку. Ну, а к концу турнира на дорожке лидеров вышли три российские юниорские команды и команда Эстонии. Борьба шла за каждый укол. Не обошлось и без травм. В результате эстонские девушки вышли из борьбы, заняв четвертую строчку в турнирной таблице. А на пьедестал почета поднялись представительницы Москвы. Медали и дипломы они получили из рук олимпийской чемпионки Марии Мазиной. Шестой фестиваль фехтования в Выборге завершился. Наталья Березовская, Валерий Пресежнек, медиагруппа «Наш город». Выборгский фаворит продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Ленинградской области по футболу. В 15-м туре среди команд первой лиги наши земляки обыграли юность из Кингисеппа со счетом 9-3. Сейчас фаворитовцы в общем зачете занимают второе место, уступая 1 очко Лужскому Лазу. 3 сентября наш футбольный клуб проведет еще один домашний матч. На стадионе «Авангард» состоится матч фаворит Гатчина. Среди мужских команд второй лиги фаворит «Эм» сыграл с атлетикой из Гатчины со счетом 5-1. Молодежная сборная фаворита также занимает вторую строчку в турнирной таблице, проигрывая 5 очков к Кировцу из Тихвина. Порадовали и болельщиков юные выборские футболисты. Команда «Фаворит-2008» заняла первое место в турнире «Гатчина Кап» среди своих сверстников. На сегодня это все новости. Увидеть выпуск программы еще раз можно на телеканале «Матч ТВ» завтра в 13.20, а также на ТНТ в 8 и в 14 часов. Заходите на сайт выборг.тв, вступайте в группу «Выборг ТВ» в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова